Очень много времени мы отдаем всегда нашим экспертам, чтобы у вас было больше информации полезной и нужной, которую очень часто бесплатно вы не можете получить, а у нас в эфире она есть, в том числе информация юридического характера от Елены Колярка. Здравствуйте! Доброе утро! Тема у нас сегодня тоже такая обсуждаемая в последнее время. Права я в этом или нет? Тема обсуждаемая, да. Мы сегодня поговорим о том, как все-таки сохранить нам личные границы, да, от публикации в СМИ, от использования наших каких-то событий личной жизни на страничках в Инстаграм, обсуждения в прямых эфирах и прочее, прочее. Инфоповод был как раз на прошлой неделе, почему мы говорим, что обсуждаем, конфликт семейный, который попадает на камеру видеонаблюдения в подъезде и становится поводом, вполне мне кажется, логично и разумно, для обсуждения всего города, что так все-таки поступать нельзя. Но персональные данные человека-то в этом плане как и страдают? Да, персональные данные, да. Они, безусловно, страдают, причем страдают не только персональные данные, но и тайна личной жизни, да. То есть если мы вообще обратимся к истокам, да, то мы должны понимать, откуда о нашей личной жизни становится известно третьим лицам, да, вот неопределенному кругу лиц, и это становится предметом обсуждения. Одно дело, когда вот как в ситуациях с актерами, да, там, с известными личностями происходит какой-то камин-аут, да, так скажем, вот раскрытие какой-то информации, там, в прямом эфире, неважно, там, в сторис, в публикации, еще что-то, да, то есть тогда мы понимаем, что человек самостоятельно вынес какую-то личную ситуацию вовне для помощи, поддержки, там, пиара, да, тут уже границы начинают развиваться. Да, он сам, и он сам дал этот инфоповод, и он сам дал подробности какие-то этой ситуации, да, и там дальше уже идет обсуждение, эта история свободно уходит в народ, потому что этот человек самостоятельно раскрыл, да, вот эту вот ситуацию. На этой стороне всегда есть вторая сторона, да, как правило, о ком, кто не хотел раскрывать этот инфоповод, да, ну, потому что это сделано несовместно, и тогда мы уже говорим о том, как нам защитить второго человека, который за границами этой истории, да, за границами публичности, но о нем упоминается. Иногда это бывает просто там какая-то по первой букве имени, да, иногда это бывает, ну, прям открыто с названием, фамилии, имя, отчество, демонстрируется там фотография, там, какие-то еще семейные моменты. Ведь мы понимаем, что достоянием общественности может стать то, что либо является публичным, да, но частная жизнь публичной не является. И здесь же такая тонкая грань, ведь публичный человек, он тоже человек, и когда ты становишься публичным, ты не сдаешь свои права в обмен на это. Здесь же вот эта фраза, ну, ты же вот звезда, и как бы ты обязана это соглашаться, это же тоже не всегда так. Да, это абсолютно не так, потому что у нас законодательство никоим образом не различает, да, вот этот вот статус личности, то есть, ну, у нас есть определенные там принципы, да, так скажем, публичности, то есть то, что касается там чиновников, да, потому что они там раскрывают о себе какую-то информацию, ну, и в принципе, да, они вот там на первой линии чести, достоинства и там деловой репутации. Вот, в отношении простых людей этого нет. И поскольку сейчас развивается, да, активно Инстаграм и другие социальные сети, вот количество способов сохранить свое личное, оно становится очень таким ограниченным, и вероятность того, что история куда-то убежит за границей, она есть. Ведь если мы посмотрим ситуацию там в ту же самую, там, условно назовем ее в лифте или с лифтом, вот, утечка же, у нас же нет потерпевшего, у нас же никто не обратился за защитой, у нас никто не выступил. Ну, то есть, собственно говоря, у нас кто-то, кто имеет доступ вот к определенной информации, да, к примеру, к записям видеокамеры, которые, на секундочку, используются исключительно в целях безопасности граждан и имущества, то есть, соответственно, если кто-то хочет разглашать какую-то информацию, да, ну, к примеру, видят там следы какого-то нарушения прав или там насилия, да, куда эта запись должна попасть? Конечно, в полицию. В полицию. И, соответственно, дальше уже тихонько полиция должна с этим разбираться, что, почему и как. Но здесь же эта ситуация не случилась, да, у нас появилось все в соцсетях, и, как бы, дальше уже стало достоянием известности. То есть, с одной стороны, да, мы говорим об этих ситуациях, чтобы их было меньше, мы работаем с проблемой насилия даже этим публичным обсуждением, но, с другой стороны, человек, которого выложили, он может пойти засудить того, кто выложил это веку? Конечно, безусловно, и он будет в этой ситуации абсолютно прав, потому что право, да, и законодательство, оно должно быть динамично и развиваться вместе с развитием этих отношений, да, то есть появился новый способ нарушения права, и мы, соответственно, должны сформировать способы защиты этого права. То есть я считаю, да, что люди, которые полагают, что разглашена какая-то тайна их личной жизни, да, разглашены их персональные данные, идет какое-то публичное обсуждение, они все-таки должны предпринимать меры по защите своих прав, только так мы сформируем практику. То есть если человек, допустим, самостоятельно выложил собственное видео из лифта на своей странице, и мы дальше начинаем это использовать на своих страницах, уведомляя других, вот смотрите, что было, то это не нарушение. Это не нарушение. А если это сам человек не знает о том, что его, во-первых, снимали, во-вторых, потом это появилось во всех СМИ, то здесь у него есть право защищать себя. Да, я даже считаю, что это не право, это реально вот обязанность защищать себя, потому что неприкосновенность личной жизни – это одно из фундаментальных прав личности. То есть мы вот должны сохранять свои границы от общества, от государства. Здесь речь идет именно о личной жизни, поэтому там определенный класс ответственности. Есть же просто персональные данные, даже твое изображение, твое лицо. Недавно я в эфире рассказывала, как мне присылают подписчики скрин с сайта знакомств, где неизвестный мне человек использует мою фотографию. Здесь я могу как-то защитить себя, чтобы этого не происходило. Фотографию я сама выложила в свои соцсети, но я в свои выложила, а не на какие-то там сайты. Ну, естественно. Вы имеете право на свое изображение. Это тоже является самостоятельным объектом прав. Если мы говорим об использовании, то есть ваше изображение, размещенное, к примеру, на вашей страничке в Инстаграм, может быть использовано в качестве иллюстрации для инфоповода, связанного с вами. Ну, то есть есть какая-то там новосильная история про вас, да, и вот действительно можно взять из вашего. И то подписывают всегда. Конечно, конечно, безусловно. Да, да, да. Откуда? Потому что у этого фото, простите, есть дальше еще история. У него есть автор, кто его сделал, кто имеет на него определенные права, и, соответственно, они тоже защищаются, да. Поэтому вот это уже вошло в оборот, да, и мы пишем ссылку, что откуда взялось. Вот. Соответственно, это так. Если я пойду в полицию, надо мной же посмеются. А вам не надо в полицию, потому что в полиции действительно посмеются. Это не административное и не уголовное нарушение. Во-первых, ну, если мы берем вот конкретно, да, ситуацию, которую вы рассказали, необходимо обратиться по электронной почте, как правило, только так это происходит, в администрацию сайта, да, сказать о том, что незаконно используется ваше изображение, этот аккаунт будет либо заблокирован, либо эта фотография с него будет удалена. Они действительно это делают. Я со своими клиентами проходила это не однажды. И все это действительно происходит. Поскольку там дальше информация анонимная, но, тем не менее, иногда, ну, и в последнее время, насколько мне известно, идет привязка, да, либо к электронной почте, либо там к номеру мобильного телефона. У них точно так же эту информацию можно запросить, либо уже запросить через полицию, для того, чтобы обратиться в суд и потребовать компенсации. Ваше право нарушено, это объективно. Ну и в завершении давайте перечислим, что можно защитить, свое изображение, имя, вообще все? Да, изображение, имя. Можно защитить, к примеру, фотографию, которая сделана вами, но, там, это, к примеру, актуально, да, там для фотографов, там, в том числе фотографов-любителей. Или, да, авторское право. Можно защитить, банально, даже пост в Инстаграме, да, или, там, в любой другой социальной сети, потому что, если вы его написали, это авторское право. Тем более, если это содержит какую-то, ну, информацию, там, ну, не знаю, к примеру, если я, да, публикую свои посты, они касаются юриспруденции, каких-то, там, кейсов, или, там, чек-листы, проекты решения, ну, там, решения какой-то ситуации. Конечно, да, то есть, соответственно, я тогда могу обратиться к этому человеку, потому что у меня, вот, есть доказательства о том, что исходный текст мой. Соответственно, любые видеоролики, вот, все, что там у нас, там, потом хайповое расходится, понятно, что, там, вот, условно, да, на хайпе никто это не тормозит, потому что цель другая, но, вот, тем не менее, это все будет объектом авторских прав. И, соответственно, мы это можем защищать. Спасибо большое. Мы говорим сегодня о Лене Кудерко за эту полезную информацию. И одна фраза здесь прозвучала особенно важная из всего этого разговора. Иногда защищать свои права – это не наша с вами возможность, это обязанность, это нормально. Этим нужно заниматься, даже если кажется, что это сложно и кому это вообще нужно. А давайте попробуем.